Открыли счет хозяева паркета. На это у желто-синих нашелся быстрый ответ в качестве трехочкового попадания Мони. К концу четверти Монтепаски оторвались 21-16, но дальше уйти вперед итальянцам химчане не позволили и совершили рывок 1-7. Ответная борьба продолжилась во втором периоде, и на большой перерыв соперники ушли со счетом 35-37. Лончер, Грин и Копанин помогли нашей команде вырваться вперед на 10 очков 37-47. За третью десятиминутку хозяева так и не смогли отыграться. 48-58 перед финальной четвертью. Стены слабее, чем в прошлом году. У них появились очень серьезные финансовые проблемы. Так что очень много игроков ушло из команды. Буквально месяц назад потеряли Хакета, который был основным игроком. Они слабее стали, но все равно стены это всегда команда, которая после них 10 лет играет, 15 лет на самом высшем уровне в Европе. Подрев итальянского стадиона, химчане совершили несколько потерь, а Монтепаски попали из-за дуги. Попович тоже ответил дальним броском. Мяч отлетел от душки, попал в игрока хозяев и отправился таки в корзину. В концовке матча 4 очка в желто-синюю копилку принес Агастин, а Попович дважды был точен со штрафной. Встреча завершилась со счетом 69-75 в пользу химчан. Заслуга наших ребят, хотя мы не играли полным составом, у нас не было полдевиса, он травмировал, они делобали, не смог Михаил сыграть с нами, но всемиром мы все-таки сумели. Некоторые игроки играли по 35 минут, но сумели сломать. Очень хорошую команду, я считаю, это одна из сильнейших команд в Европе. Победная супер-серия желто-синих продолжается. Свой следующий матч химчане проведут дома. 12 января к нам пожалует Красный Октябрь из Волгограда. Матч Единой Лиги ВТБ начнется в 17 часов. Екатерина Юшина, Валерий Алексеев, Служба новостей.